В 85-м году века минувшего мне удалось немного, но с большой радостью, поработать в Кранотском заповеднике. И там, в сентябре 85-го того самого года, я познакомился с великим русским фотографом Вадимом Евгеньевичем Гиппенрейтером. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня я покажу вам очередную книгу, пополнившую мою скромную библиотеку. В сентябре 1985-го года я оказался в Кранотском заповеднике. И так случилось, что туда прилетели автор знаменитейшего и единственного на тот момент Атласа, вулкана СССР, профессор Александр Евгеньевич Светловский и великий русский фотограф, автор нескольких десятков фотоальбумов, в том числе и о Камчатке, Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер. Так случилось, что потом, не один десяток километров, мы прошли рядом с Вадимом Евгеньевичем Гиппенрейтером, разговаривали обо всем, но о разговорах чуть позже. А хотел я сказать о том, что в том же самом 85-м году века минувшего в Восточной Германии, в городе Ляйпциге, вышел в свет альбом Вадима Гиппенрейтера «Камчатка». Вот этот альбом. Германии тогда было две. Те, кто постарше, такие старички, как я, еще помнят это. Была Западная Германия, была Восточная Германия. И этот самый альбом «Камчатка» вышел в Восточной Германии. И стал он сразу библиографической редкостью. Я его видел в те годы, но у меня его не было, и вот только сейчас я обзавелся. И сейчас под видеокамеру, расположенную сверху альбома, я перелистаю страницы альбома Вадима Евгеньевича Гиппенрейтера «Камчатка», вышедшего в Германской Демократической Республике в 85-м году прошлого века. Итак, смотрим. Над Москвой ночи здесь уже святают. Ты ложишься спать, а я уже встаю. Новый день тебе с Камчатки посылаю. И дарю тебе я новую царю. А Камчатка, а Камчатка, а Камчатка от Москвы далековато. И сюда почтовый не идёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. Может быть, тебе когда-нибудь приснится Край суровый, что Камчаткой он зову, Где из сопок днём и ночью дым клубится. И с большой земли ребята писем ждут. А Камчатка, а Камчатка, а Камчатка от Москвы далековато. И сюда почтовый не идёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. Камчатка от Москвы Приезжай, хоть расстояния большие, В край, где солнце начинает свой полёт. Приезжай, здесь начинается Россия, И живёт здесь замечательный народ. А Камчатка, а Камчатка, А Камчатка от Москвы далековато. И сюда почтовый не идёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолёт. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Альбом Вадима Гиппенрейтера «Камчатка» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мне интересно знать, что вы думаете, глядя на страничке моего видеодневничка. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам не стало скучно, ежели вы хотите и дальше смотреть мои ролики, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам советует. Сделали. Красненькая кнопочка «Подписаться» стала светло-серой, и в ней появились сакральные слабо «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали? Молодцы, аплодирую вам. До свидания.